Все страны, все правительства мира, все без исключения, хотят мира и стабильности. Все без исключения. Проблема в том, что у каждого свое представление о мире и стабильности. И фактически все войны, все конфликты, они происходят из-за чего? И какая цель у этих конфликтов и этих войн? Конечно, цель ведь мир, потому что все борются за мир. И все хотят мира, все хотят стабильности. И главная проблема вот в этом. У каждого свое представление о мире и стабильности. И наша цель, и наша задача, к сожалению, иногда нерешаемая задача, как бы сблизить наше представление. И представление для глобальных игроков. Конечно, сейчас очень, последние годы очень популярна эта фраза многополярность. И кажется, в этом тоже есть что-то очень близкое к консенсусу. Но проблема в том, что многополярность тоже каждый понимает по-своему. И тут нужно, тоже нужно как-то попытаться сблизить позиции, как-то представление вот именно участников потенциальной, потенциальной многополярности. Спасибо за внимание. Это все, что я хотел сказать сегодня. Большое спасибо. Владимир Владимирович, у вас вопрос по мотивам выступления Николая Лавовича. Он сказал, что все хотят мира, но у каждого свое представление о мире и свое представление о многополярности. Это как раз тема нашего форума. У нас какое представление о мире и о многополярности у России? Мы много раз об этом заявляли. Могу еще раз подтвердить представление о многополярности и о мире таково, что мир должен быть гораздо более справедливым. Мир не должен быть основан на диктате одной страны, которая взомнила себя представителем Господа Бога на земле, а может быть даже выше, и основывает всю свою политику на своей якобы исключительности. Нужно уважать интересы других стран, относиться как к равным, вне зависимости от величины территории, объемов ВВП, либо наличия современного оружия в армиях той или другой страны. Основываться нужно на принципах международного права, а не на каких-то правилах, которые сами кто-то под себя придумывает. Вот в этом и состоит справедливость, и в этом и заключается стабильность мирового порядка. Нет ли признаков того, что одна из стран в мире тяготеет все-таки более к однополярному миру? Знаете, крупные страны всегда имеют свои интересы за пределами этих стран. И каждая страна хочет добиться лучших условий для себя, расширить сферу влияния. В этом нет ничего нового. Это на протяжении веков мы это наблюдаем просто с разной интенсивностью. Поэтому вопрос не в этом. Вопрос в том, что сегодняшняя конструкция мирового порядка, и в том числе конструкция международных отношений, такова, что предполагает многополярность. Если посмотреть на состав постоянных членов Совета Безопасности ООН, то это уже отражение многополярности мира. И без согласия одной из постоянных стран-членов никакое решение не может быть принято. Поэтому думаю, что страны должны стремиться не к тому, чтобы обеспечивать многополярность, однополярность для себя, но наоборот находить элементы сотрудничества, которые будут выгодны всем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...